Бажаю здоровья, шановне украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Прежде всего, хочу поблагодарить за эту неделю каждого и каждую из наших воинов. Всех, кто в бою, кто на боевых постах, кто выполняет боевые задания. Всех, кто помогает, тренирует и лечит, кто обеспечивает украинскую силу всем необходимым. А также, конечно, наших спасателей, весь коллектив ГСЧС Украины, сотрудников национальной полиции и национальной гвардии, которые помогали и помогают постоянно нашим людям после российских обстрелов и после ударов непогоды. Все, кто работает на наших украинских оборонных производствах, все, чья работа помогать Украине, заботиться об интересах нашего государства, все, кто защищает Украину на международной арене, всех я благодарю за то, что эта неделя тоже стала результативной для нашего государства, для достижения наших целей. Важно, что Россия в эти дни потеряла свое влияние в двух международных институтах. Это Организация по запрету химического оружия и Международная морская организация, одна из ключевых в мире, которая занимается безопасностью. Действительно, террористам там не место. И больше в руководящих органах российских представителей не будет. Совершенно справедливо. Хочу отдельно отметить Германию, немецкую помощь нашей защите, нашим действиям. Я особенно благодарен за четкое выполнение договоренностей по ПВО для Украины, по усилению нашего воздушного счета. Это спасение тысяч украинских жизней. Реально сильный результат нашего двустороннего сотрудничества с канцлером Шольцем, со всеми в Германии, кто поддерживает защиту жизни и господство международного права. Есть и очередной оборонный пакет. В частности, это очень нужные снаряды для артиллерии, калибр 155. Спасибо, Олаф. Также важно, что на этой неделе были санкционные шаги от Соединенных Штатов Америки против российских субъектов, поддерживающих экономику агрессии. Это и те, кто помогает нарушать ценовой потолок на российскую нефть. И те, кто в иранских структурах работает на дестабилизацию. Это чрезвычайно полезно для приближения справедливого мира, чтобы каждая неделя приносила санкционные новости, чтобы санкциям прибавлялась эффективности. И, конечно, наша личная благодарность тем, кто больше всего проявил себя в боях ради Украины, ради независимости. Солдат Тарас Давидюк, разведчик, 130-й отдельный разведбат. Спасибо, Тарас, за смелость и настоящее лидерство в бою. Солдат Александр Котурбас, наша знаменитая 55-я отдельная артиллерийская бригада. Спасибо за стойкость, меткость и уничтожение оккупантов. Солдат Андрей Григорьев и старший солдат Виталий Красовский. Оба из 47-й отдельной механизированной бригады. Не раз отражали штурмы противника, проводили эвакуацию раненых с поля боя, уничтожают пехоту противника. Ребята воюют на Брэдли. Благодарю вас за силу. Сержант Николай Шугайло, 704-й полк радиационной, химической, биологической защиты. Спасибо за храбрость. Во время отражения штурмов, спасибо за волю бороться. И еще два воина 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр». Солдат Андрей Яцковец и младший сержант Александр Гаков. Благодарю вас, ребята, за решительность в наших украинских штурмовых действиях. Все, кто дает Украине результат. Все, кто нашел свое место в общегосударственном деле. Все, кто помогает и заботится об Украине. Всем слава. Всем благодарность. Всем почет. Это важно, чтобы каждый оставался преданным общему делу. Это важно, чтобы каждую неделю можно было сказать «Я добавил что-то свое к общей защите». Это важно, чтобы действия, конкретные действия миллионов украинцев и украинок, каждый день, каждую неделю, еще больше укрепляли украинскую силу. Вместе все одолеем. И, пожалуйста, не забывайте обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит ими пренебрегать. Слава Украине!